В этом видео вашему вниманию будут представлены фото Подгорецкого замка, сделанные до 1917 года. Дворец в Подгорцах, построенный в течение 1635-1640 годов под руководством известного архитектора Андре Дель Аква по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского, является одним из лучших в Европе образцов сочетания Ренессансного дворца с бастионными укреплениями. Замок имеет форму квадрата. С востока, юга и запада замок опоясывает полоса оборонительных укреплений, окруженная глубоким рвом и земляными валами. На месте нынешнего замка существовали более древние укрепления, которые упоминаются под 1530 год. По заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского, который купил его в 1633 году у Подгорецких. Известный архитектор фортификаций Гийом Левасер де Баплан создает проект укреплений, а Андре Дель Аква строит двухэтажный дворец с трехэтажными павильонами по сторонам и башни в стиле барокко и позднего Ренессанса. Строительство велось в течение 1635-1640 годов. Служебные помещения образовывали квадратный двор с террасой, приспособленной к обороне. С трех сторон дворец был окружен глубоким рвом, с северной стороны, обращенной к долине, была красивая терраса с балюстрадой и скульптурами. В замок въезжали через большие врата, портал с двумя колоннами. Уже в 1646 году замок посещает король Владислав IV, в честь которого устраивается фейерверк. Во время боевых действий, в период освободительной войны, под руководством Богдана Хмельницкого, замок серьезно поврежден. Станислав Освенцем в 1651 году. Писал «Я видел подгорца, красивый дворец и крепость». Теперь в большинстве руками разъяренных хлопов местами разрушен и поврежден. В 1656 году начинается его восстановление. Внук коронного Гетмана дарит замок Яну Третьему Собесскому вместе с селами Подгорца и Загорца и при условии, что тот будет присматривать за Бродовской крепостью до совершеннолетия Якуба Собесского. Реставрация замка продолжалась до 1680 года, а в 1688 году он пострадал от нападения татар. В 1720 году замок вместе с многочисленными селами покупает у Константина, сына Яна Третьего Собесского, Станислав Живусский. И в 1728 году его сын Вацлав Живсусский начинает масштабную реконструкцию под Горецкий замок. Между павильонами и башней строится дополнительное помещение и дворец становится трехэтажным. Подъемный мост с другим павильоном разбираются. Для многочисленных гостей имения строится так называемый Гетманский заезд с солнечными часами. Вацлав Живусский собрал большую коллекцию ценных картин из старинного оружия, перевез ценнейшие вещи из Олесского замка. Создается типография, театр. В 1779 году умирает Вацлав Живусский, который прожил последние годы как монах Капуцин. Происходит три аукциона по распродаже имущества и на последнем, в 1787 году, под Горце вместе с селами Хватов. Гутище и за Горце выкупает сын Вацлава Северин Живусский, который известен своими алхимическими опытами и поисками сокровищ. В это время замок постепенно приходит в упадок. Фактическим владельцем становится управитель Ремешовский, который постепенно распродает ценности. Такое состояние продолжается и при наследнике Северина Живусского в Ацлаве, который проводит большую часть времени путешествуя и погибает в 1831 году. А в 1833 году в замок переезжает Леон Живусский. Он устанавливает сорванную крышу, двери и окна. Приводит замок в порядок. Так как он был бездетным, передает замок князю Евстахию Сангушка при условии, что тот реставрирует замок. И в 1867-1903 годах проводятся основательные реставрационные работы. Интерьеры Подгорецкого замка поражали современников своей красотой и великолепием. Залы и кабинеты, которые носили названия «Китайский», «Золотой», «Рыцарский», «Зеленый», «Зеркальный», «Мозаичный» соответствовали этим названиям. Отдельно хранились вещи, принадлежавшие королю Яну Третьему Сабецкому. Комнаты украшали портреты владельцев замка, копии Рафаэля, Рубенса, Тициана, Караваджа. Картины польского художника Чеховича, полотна якобы Деваана на исторические темы осады Смоленска и прием шведских и бранденбургских послов Владиславом IV. Столовые украшали портрет Гетмана Конецпольского на потолке и 72 портреты выдающихся политических и духовных деятелей, и черный мраморный стол, на котором крестили короля Яна Третьего.